Здравствуйте, уважаемые студенты Московского физико-технического института! Поздравляю вас с поступлением! Я Тимофей Федорович Хирьянов. Проведу вас от школьной информатики к уровню информатики в МФТИ. Это мини-курс, в нем всего 5 уроков, каждый урок разбит на несколько видео, а также текстовые материалы и задания в системе E-Judge. Я познакомлю вас с языком программирования C и изложу школьные алгоритмы, которые вы бы знали, если бы готовились к ЕГЭ по информатике хорошо. Давайте с вами разберем для начала программу Hello World, которая всего лишь печатает «Привет, мир!». Итак, давайте посмотрим на нее. В первую очередь подключается стандартная библиотека ввода и вывода. Обратите внимание, в первой строке include std.ioh, здесь слово include означает «включить». Это на самом деле вообще строка написана не на языке программирования C, а на языке при процессорах C. Это специфический текстовый предобработчик, который запускается перед компиляцией для того, чтобы упростить какие-то вещи, в частности, подключение библиотеки. Далее. Сама библиотека std стандартная, input-output, вот вывод. .h. Это объяснить несколько сложнее. Так называются заголовочные файлы. Они написаны на языке C. Библиотека разбивается на две части – это, собственно, ее исходный код, он преобразован часто сразу в объектный код, .o или .so. .h – это заголовочный файл, который описывает интерфейс любой библиотеки, даже когда будете списать свои. Вот стандартная библиотека, она тоже имеет хедер, .h, поэтому. Далее. Вся программа на языке C состоит из функций. Эти функции вызывают друг друга, т.е. это выглядит следующим образом. Есть одна функция, она вызывает другую, та вызывает эту, потом происходит обратный возврат, результат возвращается сюда, результат возвращается сюда, а это еще будем разговаривать, но должна быть какая-то первая функция, которая вызывается главной. И эта функция называется main, главная. Такая функция в проекте должна быть только одна, я имею в виду, на один исполняемый файл. И эта функция будет, собственно, запущена в момент запуска, но кто-то же ее запускает, ее запускает некая командная оболочка, интерпретатор командной строки, бэш или cmd, в общем, кто-то, и этот кто-то должен будет получить результат. И поэтому главная функция оформляется точно так же, как все остальные функции в языке C. Т.е. она имеет, во-первых, заголовок, а во-вторых, тело. Тело обрамляется фигурными скобками обязательно. В заголовке функции присутствует возвращаемый тип, а также присутствует список параметров. Вот он, список формальных параметров. Т.е. надо заметить, что главная функция может и не иметь параметров. Т.е. вот эта часть, она не обязательна. Не обязательна. Но лучше ее все-таки знать и уметь понимать, что здесь вообще находится. argc – это argument count, количество аргументов командной строки. Вообще, язык программирования C создавался для Unix, для операционной системы Unix, в те времена, когда никакого графического интерфейса не было и была только командная строка. И любая программа запускалась с параметрами командной строки. Вот это количество параметров командной строки. А это их значения. Это тип строки возвращаемые. Это означает, что их много, т.е. массив. Не будем сейчас вдаваться в этот синтаксис. Давайте вернемся к возвращаемому значению. Возвращает она целое число. Что это за целое число? Ну, мы можем его увидеть, вы его видите вот здесь, да? Return 0. Вернуть 0. Что вот это вот за Return 0? Что вот это значит? Этот 0 означает код ошибки 0. Если ваша программа завершается с реальной ошибкой, то код ошибки будет не 0. Можете сюда вернуть там, не знаю, там 13 или там 666. Что хотите, да? Не важно. Там 1, 2, 3. На самом деле, это предполагается, что в справочнике этой программы описано, какой код, что значит. Но в любом случае, номер ошибки не 0 означает, что, собственно, ошибка случилась. А 0, значит, как нулевая ошибка. Ясно, да? Вот такая логика. Поэтому Return 0 преследует вас в языке C всегда в функции main. Его на самом деле можно узнать. Возвращаемый код можно узнать из интерпретатора командной строки. Теперь давайте к одной единственной содержательной пятой строке. Здесь вызывается функция printf. это printformat, форматированная печать. И вот эта строка, мы, кстати, видим, что строки в C заключаются в двойные кавычки. Так вот, эта строка на самом деле является строкой формата. Строкой формата, в которую может быть подставлено что-то другое значение, в том числе какой-то переменной. Вот. Ну, здесь Hello World написано. И, несмотря на всю простоту этой программы, в ней реально почти ничего нет, только печать одной единственной строки. Тем не менее, присутствует даже вот в этой строке маленькая техническая деталь. Для того, чтобы сделать перевод каретки, нам нужно впихнуть вот сюда вот невидимый символ перевода каретки. Этот символ изображается escape последовательностью. Я только три таких вот escape последовательности дам, просто потому что они используются чаще всего. Касая n – это перевод каретки. Это касая t – это табуляция, в смысле отступ фиксированной ширины. И это касая-касая – это, собственно, касая черта, потому что иначе она не могла бы участвовать в C строках, а так вот она просто равняется одной косой черте. Давайте попробуем немножко модифицировать эту программу. Давайте для начала ее скомпилируем и запустим. В компиляцию я запускаю просто build, можно посмотреть на… можно посмотреть то, что она благополучно побилдилась, и запустить ее. Вот, пожалуйста, hello world, press any key to continue. Поменяем немножко программу. Вот сюда вместо world я хочу добавить некоторое другое значение. Привет, Джон! Я это сделаю следующим образом. Я вот сюда вот вставлю спецификатор формата %s. %s. И это будет означать, что вот тут вот будет предполагаться вставка некоторой строки. Я тогда, на самом деле, смогу использовать и переменную. Но сейчас переменную пока опустим. Давайте просто вставим сюда John. И вот эту строчку я вставлю теперь вот здесь после запятой. John. Я сейчас не буду углубляться в то, как именно устроены форматные строчки. Какие именно спецификаторы формата в ней могут присутствовать. Но сам факт того, что вот сюда можно вставить. А тем не менее, после вот этой вставляемой, у меня еще восклицательный знак, еще перевод каретки. Так это устроено. На этом пока все. Переходите к следующим видео. Следуйте за белым кроликом. Если вы пройдете все эти пять уроков, то вы будете, не будете шокированы курсом информатики и сможете благополучно учиться в МФТИ. Успехов Вам! Продолжение следует...